Непреложная истина. Если гражданин не интересуется политикой, то рано или поздно политика заинтересуется самим гражданином. В 2005 году правительство РФ создает подразделение Эль при ВСИН РФ. Этому подразделению разрешается записывать и снимать разговоры адвокатов с подзащитными в обход всех конституционных и международных норм. Алексей Суханов, адвокат, работал в Магадане. Работал до тех пор, пока не схлестнулся с системой, перемалывающей жизни и судьбы людей. То, что вас прослушивают, оказывается, не является государственной тайной. Это признал суд. С другой стороны, тот же суд посчитал, что Алексей Суханов, зная о прослушках и пытаясь рассказать об этом, разглашает эту самую государственную тайну. Как установлено определением Московского городского суда 14 мая текущего года, правительство России нарушило права и свободы человека и гражданина. Так, председатель правительства России в 2005 году подписал секретное, не опубликованное в СМИ, постановление номер 141331С, секретное, которым было создано управление РЭЛ в системе ВСИН России. Это управление имеет свою задачу установку видеокамер и подслушивающих устройств, микрофонов в кабинетах следственных изоляторов, предназначенных для оказания помощи адвокатами подзащитным. Нормы национального законодательства международного права прямо запрещают официальным властям подслушивать и фиксировать беседы адвоката с подзащитными, поскольку этим нарушаются права и свободы человека. Однако власти России игнорировали этот категорический запрет и совершили это беззаконие. Как коснулось это лично меня? Мне моя подзащитная в 2006 году в кабинете СИЗО города Магадана рассказала о том, что то убийство, за которое она была арестована, совершила не она, а сотрудник управления Федеральной службы ФСБ по Магаданской области Увижев в составе преступной группировки так называемых черных риэлторов. И она пояснила, что и отпечатки пальцев, изъятые с места убийства, принадлежат не ей, а вот этому сотруднику управления ФСБ, вот заключение этой экспертизы, где указано о том, что отпечатки пальцев принадлежат не моей подзащитной, а неизвестному лицу. А как суд на это реагирует? Никак. Дело последовательно рассматривали двое судей. И ни следователь, ни суд не задал ей этих вопросов. Насколько я понимаю, как следует из ее пояснений, они укрывали совершение преступления. Возможно, что было оно совершено сотрудниками правления ФСБ. И я обратился сначала в Генеральную прокуратуру, прокурор Пилипенко, Руслане Васильевне, с заявлением, с просьбой провести проверку этих сведений. Действительно ли у нас в Магадане действует организованная преступная группировка черных риэлторов. И действительно, вот приговор Магаданского городского суда. Осуждены члены преступной группировки. Сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Андрейчук. Адвокат Лопатина. Нотариус Кондратьева. За совершение преступления в составе организованной группировки. Поскольку она мне, моим подзащитным, рассказывала, что в действительности группировка руководит сотрудник управления ФСБ Увижев, то я обратился в ФСБ России с заявлением. А к кому вы обратились? К Бортникову. А непосредственно к главному начальнику? Да, к руководителю. Я просил его провести проверку и установить, действительно ли моя подзащитная рассказывает правду о том, что не она совершала убийство, а совершал убийство сотрудник управления ФСБ или все-таки иное лицо. Потому что, смотрите, и в заключении экспертизы указано, что не она, что не ее отпечатки пальцев на месте убийства. Понятно. И что Бортников? Вот. Я хочу сказать о том, что заключение медицинской экспертизы, в нем указано, что моя подзащитная не знает о том, как был нанесен удар. А удар, вот что я хочу особенно заострить внимание, был нанесен необычным способом, который осужденный не мог быть известен. Вот смотрите, вот удар именно вот таким вот способом, и этим ударом обучают только в спецназе главного разведывательного управления и ФСБ. В других местах таким ударом не обучают. То есть это было сделано профессионально? Профессионально, исключительно, да. Бортников отправил мое заявление без организации проверки в Магадан. Там его отдали уже пенсионеру управления ФСБ Увижеву. То есть тому же, кто по вашему мнению... Ну, не по моему мнению, а о котором я просил, чтобы провели эту проверку. И сообщили мне, для того, чтобы я мог защитить свою подзащитную, если действительно не она совершила убийство, для того, чтобы в надзорной жалобе обосновать свои доводы о том, что не она убивала, а о том, что совершала убийство другие люди. Увижев обратился в суд с заявлением, с абсурдным требованием признать сведения, изложенные в моем заявлении о проведении проверки, порочащими его данными. То есть вы его как бы оклеветали? Да, о том, что якобы я распространил директору ФСБ, порочащие его сведения. Я объяснил суде Магаданского городского суда Врачевской, что я ни на кого не клеветал. Я просил провести проверку, однако проверка не проводилась. Вот этот вот документ подписал зампрокурор области. Написано. Борисенко. Борисенко. Мое заявление не регистрировалось, проверка по нему не проводилась, так как я высказывал лишь предположение о возможной причастности сотрудников ФСБ к преступлению. Но якобы это не подтвердилось, потому что проверка не проводилась. Судья написал, что я распространил директору ФСБ, порочащие пенсионеров ФСБ сведения. И что после этого местное ФСБ? В отношении меня устроили слежку. Я лично зафиксировал проведение в отношении меня оперативно-поисковых мероприятий. Установил места нахождения оперативно-поискового бюро УВД. Вот это вот в Магадане улица Емская-2. Это здание оперативно-поискового бюро Нарушка. Вот отсюда организовывается наблюдение, в том числе за адвокатами, когда они встречаются со своими подзащитными, обсуждают позицию защиты. Вот это отдел оперативно-технических и войсковых мероприятий Управления Федеральной службы по контролю за наркотиками. Вот первый этаж, это находится их наружка. Вот машины. Это то же самое здание. Да, это не то же самое здание. Это здание принадлежит наркоконтролю. Вот это вот бюро специальных технических мероприятий. Вот здесь подслушивают телефонные беседы. Здесь организовано установление микрофонов в служебных жилых помещениях адвокатов и так далее. Эти здания, сведения об этих зданиях составляли государственную тайну. Вследствие организованное в отношении меня слежки, я их установил. Я выявил всех сотрудников, являющихся штатными негласными сотрудниками, всех сфотографировал. И вот эти лица, они за мной следили. Алексей, а почему вы вынуждены были уехать из Магадана? Дело в том, что после того, как состоялось это решение, с меня сначала вытаскали 55 тысяч рублей. Тем же решением судья Ворочевская написала, что я обязан подписать в адрес директора ФСБ признание в том, что я клеветал этого пенсионера. Поскольку я не клеветал, поскольку я просил провести проверку тех сведений, которые сообщила мне подзащитная, для того, чтобы осуществлять мне мою адвокатскую деятельность по ее защите, то естественно, что я не могу такого написать, чем оклеветать сам себя. А вам не угрожали? Угрожали. Кто? Подошли представившиеся сотрудниками ФСБ и сказали, как только ты не подпишешь это признание, тебя за неисполнение судебного решения поместят в камеру спецприемника УВД. А это здание, это бывшее здание управления ФСБ, которое передали УВД области. И там с помощью агентуры тебя ведут психотропные вещества, и как магнитский ты закончишь свою жизнь точно так же. То есть они прямо употребили слово магнитский? Магнитский. То есть они собираются по такому же... По такому же сценарию, да, в отношении меня. То есть сначала как? На меня наложили штрафы за то, что я обратился в ФСБ. Поскольку я не пишу и не подписываю признание о том, что я этого пенсионера оклеветал, мне неизвестно, совершал он преступление, не совершал он преступление, а просил провести проверку, то в отношении меня, значит, за неуплату административных штрафов планируется поместить мне в камеру спецприемника. Я считаю, что все должны знать, что что бы со мной ни случилось, я спокойно иду на смерть. Но позор разложившимся органам ФСБ, в том числе Бортникову, позор всей судебной системы, в том числе Ворочевской, которая постановила такое судебное решение. Мало того, в кассационном определении судья Смирнов написал, что адвокат вообще не вправе обращаться в органы ФСБ с заявлением на бланке адвокатского образования с просьбой провести проверку сведений о непричастности под защитной. Поскольку якобы статья 33 Конституции России позволяет направлять заявление лишь какие-то там личные, а адвокат якобы не может ходатайствовать о проведении проверки. Тогда для чего вообще нужна адвокатура? Только принципиальность заставляет Алексея Суханова продолжать адвокатскую деятельность. Потому что принцип «если не я, то кто» – единственный, способный победить мафиозную гидру, маскирующуюся под правоохранительные органы и саму власть. Другое дело, что один в поле не воин. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Особая буква.